Многие люди во все времена всегда искали надежный и выгодный способ сохранения и приумножения своего капитала. И во все времена, в любые времена всегда существовали разные возможности. Как говорят предприниматели, нет плохого бизнеса, есть те или иначе, есть хорошие времена или нехорошие времена для определенного вида бизнеса или какой-то технологии. Также мы знаем, что такое крылатое выражение, как время – деньги. Время – деньги, и с этим, конечно же, не поспоришь, это факт. И вот вам моя история. В 2011 году мне предложили заниматься майнингом. Наверняка каждый, кто сейчас меня видит через свои ноутбуки или мобильные устройства, знает такое слово, как майнинг. Но в 2011 году информации про это совершенно не было. После того, как мне предложили заниматься майнингом и сказали биткоином, у меня закрылись сразу две шторки, я ничего не понял и, конечно же, сказал нет. Но я все-таки постарался загуглить, тогда уже был гугл, и я загуглил, что же такое майнинг. И информацию, которую я нашел, была только на английском языке. Русскоязычных сайтов про эту технологию совершенно не было. Другое дело сегодня, но, как я сказал, время – деньги. И я могу сказать однозначно, что я многое потерял тогда, в 2011 году, когда сказал нет майнингу. Потому что в день можно было майнить более 100 биткоинов. Кто знает, тот меня понимает. Сегодня стоимость одного биткоина, я думаю, что многие заходят на CoinMarketCap и видят его восходящий в тренд. И прямо сейчас я бы хотел обратить ваше внимание на следующий слайд, где мы видим, как время, друзья, время делает деньги. Не умный аналитик, не умный трейдер, не умный айтишник или программист, а время. Шесть лет тому назад. Вспомните себя, чем вы занимались. У меня примерно, у меня семь лет тому назад, более семь, восемь лет тому назад родилась дочь. Я прекрасно помню, что я делал шесть лет назад. Ей было два года. Но мы сегодня говорим про деньги. И 100 тысяч рублей, инвестированные, может быть, не инвестированные в биткоин, а просто потраченные на нечто под названием биткоин, в рублевом эквиваленте, превратилось. Во сколько, помогите, друзья, 22 миллиона рублей. Друзья, это факт, с цифрами не поспорим. И в этом виновато время. Напишите сейчас в свои комментарии, кто в 2011, кто в шесть лет тому назад по счастливому случаю купил хотя бы один биткоин или хотя бы один сатоши. Есть такие? Напишите. Да, нет, это лохотрон или это казино. Но именно так я думал в 2011 году. Я подумал, знаете как, честно, у нас сегодня здесь семейный разговор, на самом деле, все свои. Я подумал, чем только народ не занимается, лишь бы не работать. Я поленился в 2011 году, после того, как получив предложение заниматься майнингом биткоина, я поленился потратить свое время, чтобы выникнуть в эту технологию, понять для чего она нужна, кому она нужна и зачем она нам, зачем она человечеству сегодня на нашей планете. Но спустя несколько лет, сегодня, прямо здесь и сейчас, мне 37 лет. И я понимаю, что мир меняется и меняется так динамично, что иногда мы не успеваем за прогрессом. В этом нет ничего плохого. Но в то же время я рекомендую убрать вот эти шоры с глаз, с которыми мы живем с вами ежедневно, находясь в нашей рутине и каких-то привычных делах. В 2015 году появляется другая криптовалюта под названием эфир, и сегодня она вторая по капитализации, после биткоина. Шесть лет тому назад криптовалюта эфириум, 100 тысяч рублей сегодня, прямо сегодня превратились бы в какие-то 481 миллион рублей. Друзья, это тоже факт, и с цифрами не поспоришь. Вы можете зайти на всеми уважаемый, я не знаю, CoinMarketCap. Есть такой сайт-аналитик, который показывает цены всех криптовалют, который показывает все криптовалюты, которые сегодня существуют, а их сегодня более... Напишите, сколько сегодня видов криптовалют в общем чате. У нас сегодня конкурс. Но этот вопрос не участвует в конкурсе. Сегодня более 13 тысяч разных видов криптовалют. И создается вопрос, когда мы видим такие результаты, мы же тоже так хотим, какую криптовалюту покупать, как ее покупать, где покупать, как хранить, сколько ждать и какую стратегию иметь сегодня на таком новом рынке, как криптовалюта. Еще ранее, чем эфириум, появилась криптовалюта Litecoin. 100 тысяч рублей. Скажите, вот здесь в зале сидят мои друзья, скажите, кто 6 лет тому назад имел 100 тысяч рублей? У кого они были? У каждого. Я думаю, у наших зрителей сегодня тоже 6 лет тому назад были в кармане в заначке 100 тысяч рублей. Возможно, кто-то купил айфон, возможно, кто-то купил телевизор, а кто-то, возможно, купил нечто под названием Litecoin, которое называется криптовалютой, и приумножил свой капитал, во-первых, сохранил свой капитал и приумножил его до 7 миллионов рублей. В 2017 году наша команда увидела большую потребность у населения нашей планеты в сохранении и приумножении своего капитала. И многие начали искать альтернативу банковским депозитам, недвижимости, ценным бумагам. И многие обратились в свой взор на рынок цифровых активов. Но при покупке многие сталкивались с проблемой. Как купить, где купить, да, и какую стратегию иметь на этом рынке. Специалистов на рынке нет, аналитиков мало. Сегодня тот, кто уже занимается криптовалютой более трех лет, уже считается специалистом. И в 2017 году мы взяли на себя определенную миссию, которая заключается в том, чтобы рассказать и поделиться с нашими знакомыми, с нашими друзьями, с нашими родными, тем, как надежно и выгодно и просто инвестировать в рынок цифровых активов. И в 2017 году зародилась компания Blockchain Digital Capital. И на сегодняшний день компания Blockchain Digital Capital гордится тем, что за пять лет, да, сегодня уже пятый год, у компании сформировалась целая продуктовая линейка цифровых финансовых продуктов, с чем я нас всех и поздравляю. Первый продукт, с которым вышла компания на рынок, это криптоиндекс WBT. Скажите, уважаемые участники и зрители сегодняшнего форума, у кого уже есть индекс, криптовалютный индекс WBT. Напишите плюсики. Спасибо. Далее мы увидели большой потенциал в рынке криптовалют в долгосрочной перспективе. И у нас появилась идея создать нечто долгосрочное, нечто накопительное, что действительно может приумножить капитал пользователя в несколько тысяч раз, а может быть даже и в несколько миллионов раз, как это сделал биткоин с 2010 года. И так родилась накопительная программа Accumulation Protection Token, что в сокращенном аббревиатуре звучит как APT. Для того, чтобы воплотить нашу идею в жизнь, был применен новый способ привлечения капитала, как Initial Coin Offering. И через Initial Coin Offering или ICO были привлечены первые инвесторы, которые поверили в идею, которые поверили в эту необходимость и инвестировали в компанию Blockchain Digital Capital. Зародилась миссия создания и рост капитала клиентов в цифровых активах. И эту миссию мы уже несем пятый год, успешно развивая наш бизнес уже в более чем 26 странах мира. Если бы мы с вами были Илонами Масками, что бы мы сделали, когда показали товар лицом? Мы бы, наверное, сегодня запускали ракету в космос и смотрели, как она возвращается. Да? Смотрели эту презентацию Илона Маска? Впечатляющее зрелище. Браво, Илон! Если бы мы с вами были Илонами Масками, мы бы сегодня с вами поставили сюда автомобиль Тесла. Да? И прокатились бы на нем и сказали, ох, как классно и бесшумно она едет. Но мы с вами сегодня создали другие продукты, цифровые, которые нельзя пощупать, нельзя потрогать, но они уже сегодня приносят огромную пользу всем своим владельцам, увеличивая их капитал. Что может быть лучше наблюдать, когда твои накопленные и потом заработанные деньги, во-первых, сохраняются, во-вторых, растут в цене, то есть капитализируются. Это очень приятное зрелище, которое наши клиенты сегодня уже наблюдают. Внимание на слайд. 100 тысяч рублей инвестированные, ну или давайте так, потраченные на покупку криптоиндекса WBT сегодня превратились в 2 миллиона рублей. Я поздравляю всех, кто был одним из первых и тот, кто сумел дождаться этого момента. Потому что, как говорят великие, нет неуспешных, есть нетерпеливые. Таким образом, скажите, 3 года – это много или это мало? Я думаю, что в рамках всей нашей жизни 3 года – это как вспышка, как один день. Следующая наша гордость и следующее наше изделие – это накопительная программа APT, которая тоже на сегодняшний день показывает значительные результаты. И многие уже опробовали эти результаты, и многие уже сегодня, так скажем, протестировали работу этой накопительной программы на себе. Клиент или пользователь, который уже на сегодняшний день, с 2019 года, после запуска этого продукта, сделал 4 платежа по 75 тысяч рублей, потратил 300 тысяч рублей. Это та сумма, которую мы отложили. Клиент отложил. 300 тысяч рублей на сегодняшний день превратились в 724 тысячи рублей. Я думаю, что за 3 года это хороший потенциал роста. Это хороший прирост капитала. Вы спросите, как это работает, за счет чего это работает? Я об этом обязательно скажу. Следующее наше достижение это создание фонда защиты от накопительной программы APT. Потому что накопительная программа APT сегодня не просто дает возможность сохранить и приумножить свой капитал. Она также дает возможность быть под защитой, под финансовой защитой здоровья и жизни. Это революционный продукт, который сегодня вышел.